Трудные места с библейским порталом Экзегет Трудные места с библейским порталом Экзегет Трудные места с библейским порталом Экзегет Когда он сойдет с его пути, то откроется этот беззаконник Что имеется в виду? Ну, смотрите Похоже, что имеется в виду некоторая личность Потому что там в третьем стихе уже сказано о том, что Откроется некоторый человек греха, сын погибели от синодальный период И тайна беззакония действует, судя по всему, это начало его действия в этом мире Так, то есть некий человек, который живет в первом веке нашей эры И который не до конца способен действовать, пока есть кто-то удерживающий Это второй отдельный очень большой вопрос Но вообще-то не очень похоже Потому что такие люди... Ну, мы не знаем, о ком идет речь Но можно, конечно, ткнуть пальцем и сказать про какого-то плохого персонажа из первого века Что это про него Но это же более-менее пальцем в небо А может быть, антихрист? И этот человек греха, это на самом деле Вот некоторое воплощение зла в каком-то смысле более абстрактном Чем там император Нерон, например Да, сумасброд, тиран и мучитель христиан Но тогда не очень понятно, почему она уже в действии Или тайна беззакония — это не столько конкретный человек Сколько, допустим, целая цепь событий, явлений Которая должна привести к появлению этого человека где-то в конце истории Смотрите, Павел довольно много пишет о тайне спасения Таинство спасения, да То, что было непонятно до времени То, что окончательно раскрылось людям в Иисусе Христе И то только верным И то, что в полной мере будет осуществлено лишь в эскатологическом будущем То есть во втором явлении Христа Вот это таинство спасения Но ведь есть, наверное, и тайна беззакония И здесь используется то же самое слово «мистерион» Ну, слово «таинство» по-русски — это что-то возвышенное Поэтому никто, наверное, не переведет Это как «таинство беззакония» Но «мистерия» — тоже слово «мистерия» И получается, что у беззакония есть свой потаенный замысел Не просто замысел, не просто кто-то чего-то хочет, да А вот активно действует А вот совершает то, что нужно совершить Чтобы это произошло именно так, как оно происходит И в конечном итоге это приведет к появлению этого человека Этого сына погибели Мы не знаем, как это будет Это же таинство Как от неверующих сокрыто таинство спасения Так от нас, в общем-то, сокрыто таинство беззакония Мы не очень понимаем, как это работает Но мы понимаем, что оно работает Что есть сила, которая действует Вот в этом направлении И что, в общем, это все не просто так, да И дальше он говорит Что это не свершится до тех пор, пока не будет взято от среды Но от среды, в смысле, вот от нашей среды Пока не исчезнет из нашей среды Пока с нами остается удерживающий теперь Вот это слово «катехон» Тот, кто удерживает, тот, кто сдерживает Тот, кто противодействует Оно вызывает, конечно, и давно вызывает очень много споров Ну, давайте я просто перечислю Кто может подразумеваться с точки зрения разных толкователей Римский император, как ни странно Ну, или вообще Римская империя Что, апостол Павел был таким фанатом Римской империи Таким ее большим поклонником? Не очень Хотя пользовался правами римского гражданина Но все времена Римская империя совершенно не была христианской И, тем не менее, она от многого удерживала Вообще понимание империи, которая хранит Пакс Романа Римский мир, мир в смысле благополучия Как противоположность войне и бедствия Это очень верное понимание И оно тогда было таким доминирующим Вот идеология Римской империи была Рим — это та империя, которая позволяет людям Спокойно жить, огражденными от внешних варваров, внутренних междоусобиц Тирании и несправедливости Хотя там тирании-то и было выше крыши Но все же, официально вроде как нет И когда Римская империя падет То, соответственно, явится этот сын беззакония Но пало Да, допустим, в первом веке это было еще непонятно Ничего такого особо сильного не произошло Другой вариант Какой-то конкретный правитель, который поддерживает справедливый порядок Что-то не очень понятно, кто бы это мог быть И уж точно правители с тех пор менялись много раз Да, есть, кстати, теория, что Эта самая Римская империя передала свою власть византийской Ну, на самом деле, Византийская империя, в общем-то, была восточно-римская Она нигде не переучреждалась, да Она просто продолжала существовать А потом, когда Византия пала, то передала ее Россия А потом, когда Россия пала, передала ее Советскому Союзу А Советский Союз Российской Федерации Знаете, в этом что-то местечковое ужасное есть Вот надо обязательно себя возвести к какому-то славному началу Да, почему Российской Федерации? Вообще-то, если уж так посудить, то государство, которое удерживало все эти страны Это была скорее Османская империя, да, мусульманская вообще-то Ну, так и Римская империя не сразу стала христианской И можно сейчас, конечно, хвастаться двуглавыми орлами на гербах Они не только в России, но они и в некоторых других странах, на Балканах И на Афоне это тоже герб Вот, так что, мне кажется, пытаться указывать на какое-то конкретное государство Это такой провинциализм Знаете, Иван Грозный возводил себя к Октавиану Августу, к первому римскому императору Считал себя его потомком абсолютно всерьез Хотя никакого реального, конечно, происхождения там невозможно вывести Да, Рюрик, а Иван Грозный был Рюриковичем, но он скандинавский варяг, а не римский патриции Да, но хотелось вот сказать, мы те самые наследники Тогда, и, кстати, об этом писал Иоанн Златоуст Говорят, что это либо Римская империя, либо Святой Дух Ну, во времена Иоанна Златоуста Римская империя жила и здравствовала Никто не думал, что ей осталось По историческим меркам не очень много Для Златоуста, конечно, это было много Вся его жизнь Но Святой Дух точно никуда не делся И поэтому тайна беззакония еще не совершилась вот в том плане, о котором идет речь здесь Еще Антихрист не пришел Так, простите, а Святой Дух однажды куда-то возьмет, да денется, да? Вот будет такой момент, хоп, и Святого Духа больше нет Ну, среди нас, по крайней мере, он где-то там Да, я, конечно, не могу этого исключить Но как-то я не очень в это верю Хм, может быть, некоторый ангел Конкретный ангел, который вот стоит там с огненным мечом Может быть, Павел про себя говорит Так некоторые толкователи так считают Скромненько так Вот среди вас есть удерживающий Тогда, скорее всего, он имеет в виду какого-то конкретного человека Конкретного противника Фессалоникийская община, допустим, она слаба Она очень легко поддается уговорам каких-то лжеучителей Вот я, Павел, здесь стою Как только меня не станет Все, этот человек прямо вас вот раскатает А может быть, Христос Но тогда тот же вопрос, что и к Святому Духу Даже еще в большей степени То есть будет момент, когда Христа в этом мире не останется Но тогда, давайте скажем Откровенно, церковь исчезнет Конечно, тайна беззакония Тогда, даже если не иметь в виду какой-то особой тайны Но само по себе оно все рухнет Да, и беззаконие воцарится И тогда откроется беззаконник, я читаю дальше Которого Господь Иисус убьет духом уст своих Между прочим, еще одна большая проблема Давайте не будем сейчас ее разбирать Но очень интересно, что это не будет сражение в небесах Вот легионы ангелов с легионами демонов Ну, очень зрелищно, красиво, видеоигры всякие Да, там, монстров мочить, демонов гонять Но одним духом, дуновением или одним своим словом Но тогда Христос не может быть удерживающим Потому что, как это, он исчезнет, а потом явится и убьет Ну, какая-то странная фигура Или дух исчезнет, а Христос явится и убьет Тоже какая-то странная фигура Кто имеется в виду? Вы знаете, я выскажу такое предположение Может быть, не самое популярное среди толкователей Есть силы, которые удерживают мир от падения в бездну беззакония И этот удерживающий его катехон Это некий собирательный образ Это, я бы сказал, церковь Но церковь, это может быть слишком узкое понятие Потому что это далеко не только те люди Которые принадлежат к этой церкви явным и зримым образом Но, озираясь вокруг себя, мы видим Как в мире много зла, как это зло пытается поглотить этот мир И есть люди, удерживающие Очень разные И они могут быть христианами Они могут быть просто людьми Совестливыми, добрыми, честными, открытыми Могут принадлежать к другим религиям Я бы даже так сказал Но их объединяет то, что они не дают злу захватить власть в этом мире И как только этих людей не станет Будет ли такой момент Или его не будет Или это такая теоретическая конструкция Вот стоит только вынуть То, что лежит в основании конструкции И все рухнет Не значит, что мы обязательно вынем Это значит, что оно рухнет Если вынуть Как только эти люди исчезнут из мира То воцарится зло Ну, вообще-то, если верить пророчеству о конце света Такой момент действительно настанет Не знаю Вот здесь я честно скажу Я не знаю, кто такой удерживающий Но с моей точки зрения Это скорее совокупность людей Вот когда исчезнет последний защитник Брестской крепости Этот самый Хокотехон Кем он будет, мы не знаем Пока этих защитников есть некоторое количество Как только последний из них будет уничтожен Поднимет белый флаг То крепость будет захвачена злом Зачем он вообще об этом говорит? Слушайте, ну, если бы он хотел сказать Фессалоникийца Почитайте римского императора Только благодаря ему Вы вообще живете Не завоеванные варварами Не в хаосе гражданской войны Кровопролития Наверное, он бы так и сказал Более того, в 13 главе Послания к римлянам Он много об этом говорит Что власть от Бога И нужно ей подчиняться И объясняет, почему Если бы он хотел сказать Только Христос Вас удерживает от того Чтобы свалиться в зло Вообще этот мир удерживает от падения Он не то, что бы так и сказал Он так и сказал много-много-много раз Святой Дух, который действует И мы это читаем тоже не так много Как и христианин, пишет Павел Но достаточно То есть, если бы он хотел Таким образом передать Какую-то конкретную мысль Вот Христос, Дух А может быть, он говорит про себя Я единственный, кто здесь стоит на страже Ну, не знаю Тоже он как-то Не стеснялся о себе говорить Вот где надо было Там Галатам он пишет И он очень внятно и четко их ругает И про себя говорит Да вот я-то, Павел Я-то вот для вас кто Не был он таким, знаете, застенчивым мальчиком Который боится слово сказать И поэтому мне кажется Что это некоторый такой Собирательный образ Но я не могу за этим Вот за это ручаться И говорить, что это обязательно так Ну и тем не менее Он говорит, что Тот, кто явится Когда эта удерживающая сила исчезнет Это будет могучее некоторое явление Тот, которого пришествие По действию сатаны Будет со всякую силу И знамениями И чудесами ложными И со всяким неправедным обольщением И погибающим за то Погибающих за то Что они не приняли любви истины Для своего спасения Но Это уже к самому концу письма Он говорит Мы же всегда должны благодарить Бога за вас Возлюбленные Господом братья То есть По сути дела Он их предупреждает о том Что духовная борьба Дело очень напряженное И незряшнее Непустяшное дело Что действительно есть Вот эта могучая Страшная сила Которая ждет того момента Когда она сможет ворваться Насадить свою волю Когда она сможет По сути дела Уничтожить этот мир И что есть кто-то Кто удерживает Может быть это В каком-то смысле Это призыв Ты записался добровольцем Ты встал В ряд тех Кто удерживает Или ты пока просто Наслаждаешься миром И покоем Но за другими спинами Мне кажется Это скорее про это Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok